Код неисправности OBD2 Техническое описание, неисправность электрической цепи датчика давления сажевого фильтра B Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется ко всем автомобилям с 1996 года выпуска, Ford, Dodge, GMS, Chevrolet, Mercedes, VW и т.д. Несмотря на общий характер, конкретные шаги по ремонту могут отличаться в зависимости от марки, модели, если P2462 сохранен, модуль управления трансмиссией, PSM, обнаружил входной сигнал напряжения от цепи датчика давления сажевого фильтра, DPF, известного как B, который является неустойчивым или прерывистым, P2462 используется исключительно в автомобилях с дизельным двигателем, Системы DPF предназначены для удаления 90% частиц углерода, сажи, из выхлопных газов дизельных двигателей, крупные частицы сажи задерживаются в элементе DPF, в то время как более мелкие частицы и другие соединения, выхлопные газы, могут проходить через него, в основе DPF лежит фильтрующий элемент Некоторые из элементарных соединений, которые в настоящее время используются в конструкции DPF, включают, бумажные волокна, металлические волокна, керамические волокна, силиконовые волокна стенок и волокна стенок кордиорита Кордиорит на керамической основе является наиболее распространенным из-за его отличной фильтрации, однако он известен тем, что перегревается при более высоких температурах, что делает его уязвимым в автомобилях, оборудованных пассивными системами сажевого фильтра Между волокнами должны оставаться крупные частицы сажи, а выхлопные газы двигателя должны проходить через них, когда в элементе присутствует большая концентрация частиц сажи, давление выхлопных газов увеличивается, фильтрующий элемент необходимо регенерировать Как только концентрация сажи достигнет определенного уровня, регенерация позволяет выхлопным газам проходить через DPF, так что может поддерживаться правильный уровень противодавления выхлопных газов Автоматически регенерированные системы известны как активные системы DPF, PSM запрограммирован на впрыскивание химикатов, дизельного топлива, дизельной выхлопной жидкости и т.д. Выхлопные газы через определенные промежутки времени в системах этого типа, этот впрыск приводит к повышению температуры выхлопных газов, что позволяет сжигать захваченные частицы сажи в виде ионов азота и кислорода Пассивные системы DPF теоретически аналогичны, они активируются при вводе оператора, квалифицированный ремонтный центр должен будет выполнить процедуру регенерации на некоторых моделях, после начала регенерации DPF может потребоваться несколько часов В то время как активные системы регенерации работают во время движения автомобиля, пассивные системы обычно активируются Когда автомобиль припаркован после регенерации фильтрующего элемента давление выхлопных газов должно вернуться к нормальному уровню, датчик давления DPF обычно устанавливается удаленно Вдали от чрезмерного тепла DPF, противодавление выхлопных газов контролируется с помощью силиконовых шлангов, подключенных рядом с впускным отверстием DPF и датчиком давления DPF Если PSM обнаруживает состояние давления выхлопных газов или электрический входной сигнал от датчика давления DPF, который является прерывистым или непостоянным, может быть сохранен код P2462 Симптомы и условия серьезности, которые могут вызвать этот код, также могут привести к внутреннему повреждению двигателя или топливной системы, и их следует рассматривать как неотложные Симптомы кода P2462 могут включать, снижение производительности двигателя, чрезмерный черный дым от выхлопных газов двигателя, повышение температуры двигателя, причины, возможные причины для установки этого кода, утечки выхлопных газов Обрыв, короткое замыкание в цепи, с в цепи датчика давления DPF неисправен датчик давления DPF засорения, трещины или повреждения трубок, шлангов датчика давления DPF Пустой резервуар для жидкости выхлопных газов дизельного двигателя Неправильная диагностика жидкости для выхлопных газов дизельного двигателя и процедуры ремонта Хорошей отправной точкой всегда является проверка бюллетеней технического обслуживания, TSB, для вашего конкретного автомобиля Ваша проблема может быть известной проблемой с известным исправлением, выпущенным производителем, и может сэкономить ваше время и деньги во время диагностики Чтобы правильно диагностировать P2462, мне понадобится цифровой вольт, ометр, руководство по обслуживанию производителя и диагностический сканер Я бы начал свою диагностику с визуального осмотра соответствующих жгутов и разъемов Я бы осмотрел проводку, проложенную рядом с горячими компонентами выхлопа и, или зазубренными краями Это экономит время, если я уверен, что в это время проверю выходную мощность генератора, напряжение аккумулятора и клеммы аккумулятора Следующим моим шагом было бы подключить сканер и получить все сохраненные коды и данные стоп-кадра Я бы записал эту информацию для дальнейшего использования, а затем очистил все сохраненные коды Используя DVOM, я бы следовал рекомендациям производителя по тестированию датчика давления DPF Я бы проконсультировался с руководством по обслуживанию для конкретных инструкций Датчики, которые не соответствуют требованиям производителя к сопротивлению, следует заменить Если датчик подтвердится, я бы продолжил проверку шлангов подачи датчика давления DPF на предмет засорения Или поломки бы замени сгоревшие, треснувшие или сломанные шланги Рекомендуются высокотемпературные силиконовые шланги Если линии датчика питания не повреждены, а датчик исправен Я бы продолжил тестирование системных цепей, чтобы предотвратить повреждения PSM Я всегда отключаю связанные контроллеры перед проверкой сопротивления и, или непрерывности с DVOM Дополнительные диагностические примечания Жидкость для регенерации DPF должна быть проверена перед диагностикой этого кода Когда P2462 хранится, я обнаружил, что забитые порты датчика и засоренные трубки датчика являются обычными шлангами датчика давления DPF Которые расплавлены или порезаны, может потребоваться изменить маршрут после замены